Так, здорово всем, всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас Рино Чаронте, уже 55%, совсем немного осталось, я возьму на нем три отметки. Так, а, ну и у меня, кстати, тут плюс-минус, понятно, так, а, кстати, смотрите, чтобы вы понимали, дожил, я вчера не смог уснуть, в итоге залипал, работал за компом, и решил сыграть, чтобы вы понимали, вне стрима я сыграл в танке два боя. На 2-6-0, понимаете, 5-200 среднего урона, для отметки 8-300, я там насветил в одном бою, я просто увидел, что у меня на 2-6-0, отметка, ну, короче, до 95% догнать изи, я пошел, сыграл, было у меня 92% или 93%, я сыграл, и в итоге апнул до 94 практически, потом как-нибудь добью. Так, ну, в принципе, что, планы на сегодняшний Рино Чаронте простые, взять первую отметку, приблизиться ко второй, потом взять вторую, приблизиться к третьей, взять третью, ну, собственно, все максимально понятно. Короче, это, спасибо тебе большое, смотри, танки, чифтейн, 9-7, они не участвуют в аукционе вообще никак, мы их добавили, чтобы люди видели, на чем есть три отметки, на чем нет трех отметок, или какие проценты. Ну, например, чувак, таким он 13-90, а мне там 3% надо взять, вот, я боюсь, если бы он вдруг выпал, конечно, этот. Чё, в итоге мне отпинали? Блин, на городских картах его, чё-то этот. Какой на углу взял. А вот и минус-отметочка, я не знаю, короче, вообще я на Рино Чаронте, наверное, Энск за Банни, как бы там это ни казалось, но Рино Чаронте, Энск, это очень плохая для него. Ну, как я сразу, когда его взял, этот танк, я тогда предположил за Банни Энск, вот, на Рино Чаронте, потому что, ну, у него нет, вот, для него позиции нормальных, и он не способен зарядиться. Есть семерки, есть шестерки, понятное дело, но это был мой первый, во-первых, аукцион, во второй, может быть, во второй вряд ли добавится какая-нибудь там семерки, шестерки, но может потом семерки, шестерки, пятерки будут добавляться. Ну, а пока вот так вот. Здарова, Дим. Здарова. Уже больше третьих лет слежу за твоим контентом. Очень нравится. Видел видео у Грани с разрядом. Как тебе? Ак-танков, арты и т.д. Так, любой ап-арты я осуждаю, короче, вот. Честно, видео у Грани я не посмотрел еще. Вот. Я думаю, все, кто давно, тем более ты давно меня смотришь, из-за надо, да? Спасибо. Я не сильно вот погружаюсь в прям вот эти детали, механика и все остальное. Вот есть игра, я в нее играю, у меня в нее получается, что-то, что-то не получается и так далее. Вот. Но учитывая, что я сегодня вне стрима ночью начал в танки играть, вот, то это уже говорит о многом. Может, я буду погружаться детальнее, и тогда такие видосы будут с огромной долей смотреть, пытаться их разобрать и так далее. Я его просто не смотрел и все. Вызывает ли он у меня интерес? Пока нет. Только чисто из-за того, что оценить его, как ролик смонтирован, какая подача. Вот это мне больше интересно, например. Но в плане игры, ну, пока вот так вот. Говорю, как есть. Возможно, оно поменяется, я больше буду пароваться в детали подробностей игры. Я просто не совсем понимаю, для чего это мне вот. Больше людям рассказывать про танки, детали, подробности, ну, может быть. Вырастили от этого аудиторию? Возможно, но это не точно. А в игре я не вижу. У меня же вся техника есть, а получается там ничего-то не видно будет. Так, тронвагон. Ну, как будто тронвагон имеет место быть. Т-34. Короче, у меня есть Т-34. Что, типа, эксперт в танках? Блядь, пополучше тебя, нахуй, Петр, разбираюсь на минуточку. Короче, Т-34, вот у меня есть рубрика называется «Вот уроды», я назвал. Транвагон. Он вроде как играбелен, блядь, но у меня тогда так жопа сгорела от него, я, блядь, сделал на него гайд, обзор, и даже не стал выпускать, потому что, блядь, это еще когда в ЭГ было. Мне кажется, они нахуй меня выкикнули, блядь, вообще, отовсюду. Там такой разъеб перед нагонями коробками было бы. Короче, я сыграл на Т-34. Называется «Вот уроды». Ну, типа, урод танк или нет? И, блядь, в итоге я на нем сдал на ББшках хуевую тонну урону. Первую тонну танк, и это нафармил. Поэтому для меня Т-34 просто в мнении поменялся, и все. Вот у меня и на канале, можете посмотреть этот стрим. Вот. В итоге я на нем отыграл нормально. Причем на ББшках играл, преимущественно. Т-34 апнули, он сейчас в хорошем своем уровне. Вот, я бы тебе рекомендовал Т-34 купить. Что еще купить? Я не знаю. Спасибо, спасибо тебе. Ну, вот видишь. Танк-300 это китаец. Часть его рекомендуют. А часть говорят, не нужно брать. Мнения разделились 50-50. Из-за. Сука, вот это он кайфанул, походу урод. 15%. По центру он уже стоит, смотрит. Ебать. Сука, ты посмотри, что. Пизда, блядь, я сдох опять. Там уничтожено. Блядь, там где союзники, сука. Никакой помощи, блядь, к ветеринарам киберспорта. Ебать. Ладно, хотя бы я насветил 2000. Да, но пока у меня плохо все идет. Нет, в первую очередь. Нормально, ничего. Уничтожен. Что случилось? Что случилось? Уничтожен. Есть уничтожен. Продолжение следует... 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 3500 средь нормально нормально блять моёшь однако закончится андрюха спасибо за рейд я просто не увидел это аватарка спасибо спасибо андрюх за рейд всем кто-то андрюх всем привет и инотровы на вака плывай спасибо андрей на мафию слова шум 5 лямов минус рубль да блять с херой мадиры забанили на вк я же два часа дня ничего не писал да блять на куда перелет сука нет помилуй пожалуйста блять я долбоеб допустил ошибку нахуй помилуй пожалуйста пожалуйста я не должен был стрелять блять я не должен был стрелять я должен один снаряд оставить было я пожадничал нахуй обожать я блушно засыт а он сука считал мои снаряды это я бы его забрал бы изи вообще на нормально 80 процентов сделал так ну чё мне два стрима осталось да спасибо всем ребята смотрел спасибо всем за поддержку прожимать и лайк не забывайте подписать телеграм-канал так все давайте всем пока всем до завтра завтра 19 00 увидимся до завтра Субтитры сделал DimaTorzok